Мои дорогие, мои самые лучшие, самые красивые, самые прекрасные зрители, всем привет! Я к вам с хорошей новостью, потому что я сегодня первый раз в жизни попробую формат 24 часа 4. Я никогда в жизни не пробовала, я не знаю, что это и как это, поэтому, простите, если будет что-то идти не по плану, если я брошу это все, то, простите, это значит, что я просто слаба и не смогла удержать эту тяжелую планку. Я не знаю, как все блогеры снимают 24 часа чтения, я даже не смотрела, вру я смотрела что-то давно, не знаю, может быть, у меня будет похоже, может быть, точь-в-точь посмотрим, я сама еще не знаю, как это все будет происходить, думаю, что будет очень интересно, не переключайся, я тебе постараюсь подарить чуточку улыбки, тепла, и это тебе, поехали! Я думаю, самое время выбрать 3 книги на 24 часа, я не знаю, успею я их прочитать или нет, я буду читать 3 дня. За эти 3 дня у меня должно выходить по 8 часов чтения, а это очень и очень много, поэтому я не знаю, как я буду это осиливать, я постараюсь для вас. Первая книга, которая будет у меня на прочтении, это Франк Тилье «Адский бой для Красного Ангела». Я очень люблю Франка Тилье, это его самая-самая первая книга, которую он написал. Я буду знакомиться с автором, как знакомиться, я уже знакома, я буду продолжать свое знакомство с автором, с его первой рукописи, поэтому я буду к нему снисходительно. Сказать пока что не могу про что-то, но скорее всего, как обычно, детектив, который будет расследовать это дело, дело убийства, зверское убийство, зверский какой-то маньяк, сумасшедший гений, я не знаю, посмотрим, что там будет. Но я уверена, мне будет интересно и увлекательно, и спать я точно тоже перестану. Вторая книга, которую я буду читать, это Анна Джейн «Ненависть, любовь или любовь, ненависть». Мне в ТикТоке все ее очень сильно советовали, поэтому сказали, читай быстрее, читай быстрее, вот я ее взяла. Аннотация очень такая типичная и глупая, но все говорят, что аннотация реально очень слабая, и книга сама по себе интересная, и поскучать она мне не даст. Ну что, я надеюсь, что так оно и будет. И третья книга у нас это Фрэнсис Бёрн «Таинственный сад». Ну смотрите, здесь вообще очень большой крупный шрифт, и я не знаю, мне кажется, это такая теплая, классная история. Она у меня ассоциируется почему-то с весной, но читать я ее буду осенью. Но все равно, я думаю, что она меня не разочарует, обложка суперклассная, и по-моему, даже есть экранизация. Скорее всего, есть, и это классно, потому что я люблю сначала читать, потом смотреть экранизации. Мы с вами посмотрим, я буду вам все транслировать, постараюсь все транслировать. Так, друзья, сейчас у нас 11 вечера, и того 2 часа чтения у меня ушло сейчас. А свой книжный марафон в 24 часа чтения я начала в 21.00. За 2 часа я прочитала всего лишь, я читаю очень медленно, всего лишь 113 страниц. У меня закрываются глаза, но час перед чтением я еще точно урву, это 100%. Адский поезд для Красного Ангела, что я могу сказать, это интересно, мне нравится. Пока что сюжет, ну, конечно, не то чтобы типа вау. За что я люблю Силье? У него очень необычный и интересный язык написания своих романов, потому что, читая других детективщиков, у них как-то, ну, не беря в сравнение донат Коризе. Коризе тоже очень интересно пишет, но Силье, у него очень красивые обороты речи, очень красивые, он сравнение вставляет, и он мне за это нравится. Я могу сказать, что сейчас там происходит что-то интересное. По сюжету у нас есть комиссар Шарко, который потерял свою жену, жена пропала без вести, он не понимает, где она, и он, конечно же, страдает, но никаких причин не было, они любили друг друга и так далее, и у них была счастливая семья, но его жена пропадает без вести. Он работает в полиции, в один прекрасный день вызывают его на службу, показывают зверски убитую женщину. Конечно же, она не просто убита, там какое-то послание. Наш маньяк, он умный, потому что он все просчитал, он знает какие-то программирования, какие-то коды, он оставляет послания, он кодирует фотографии, отправляет письма. Ну, в общем, он непростой чувак, и его будет непросто поймать, при том, что он играется с полицией. Сегодня новый день, я всех вас приветствую. Что я хочу сказать? Я прочитала вчера всего лишь 2 часа, потом я уснула. Как бы, спасибо, 24 часа чтения. Марафон начался удачно. Как? Я просто уснула. По итогам, у меня прочитано 3 часа, 171 страница. Я остановилась сейчас на том моменте, когда убийца позвонил нашему комиссару Шарко. Он позвонил таким жутким методом со смены голосов. То есть он там говорил об убийствах, и при этом использовал детские голоса. Я такой, блин, чего? Большое поле. Но до этого у нас еще случился один не очень хороший момент. Значит, наш Шарко напал на след убийцы, потому что убийца был как-то неосторожен. А у Шарко есть много методов вычисления вот этих всяких дурацких вещей. Важно то, что наш Шарко приехал на какую-то скотобойню, и да, там был наш убийца. Он опять издевался нас жертвой. Жертва была жива. Опять у нее там, знаете, ну вот, я не могу описывать, что там происходило. Боюсь, что за такие подробности меня YouTube вообще заблокирует и отправит в банк. Друзья, я немного приостановила свое чтение. Сегодня я прочитала только 3 часа. Ну, в общем, в сумме у меня пока что 3 часа, и я пока что не продвинулась. 24 часа чтения идут очень тяжело, очень тяжело, но я обещаю наверстать упущенное. Как я это сделаю, я пока что не знаю, потому что сегодня ко мне приедут мои любимые девочки. Мы будем праздновать мое прошедшее день рождения. Когда я еще наберу 5 часов чтения, я не знаю. При том, что отсчет моего чтения начинается с 21 часа вечера. Это вот мой завтрак, как бы обед, мой любимый сериал, книга, чуть-чуть попозже. Времени пока что на тебя нет, хотя у меня 24 часа чтения. Какао, самое вкусное на свете. Друзья, всем привет, пошел второй день моего марафона, 24 часа чтения. Первый день, признаюсь честно, я его выкинула в мусорку, но часы чтения я оставила. У меня за вчерашний день вышло всего лишь 4 часа чтения. Я поняла, что я выбрала не совсем удобное для себя время марафона 24 часа чтения, потому что вчера ко мне приезжали мои подруги, и мы праздновали мой день рождения. Вчера не было возможности читать вообще. Сегодня я обещаю, что я буду наверстывать упущенное. Я сегодня должна набрать 10 часов чтения, и завтра тоже 10 часов чтения. Я надеюсь, что вы тоже верите в меня. 24 часа чтения — это очень и очень сложно. Ребята, в этой книге убийцы настолько сумасшедшие, кровожадные, жестокие, что сейчас я прочитала сцену, как он убивал соседку вот этого Шарко. Он вырезал мозг, положил его на стул. Мозг вырезал из головы и положил его на стул. Пять часов, двадцать минут прошло. У меня прочитано 270 страниц. Почему я остановилась? Потому что Франк Телье описывает такие жутчайшие вещи, которые совершают люди. Я уверена, что он просто копается в психологии, во всем, что действительно существует в нашем мире. И вот когда ты понимаешь, что такое реально есть, становится очень страшно, жутко, просто... Но эти вещи нужно как бы принимать, потому что такое существует. И о таком, скорее всего, надо знать. А может быть, и не надо. Ну что, друзья, я дочитала. Я только что дочитала. У меня прошло 7 часов 22 минуты. Итого за это время у меня 380 страниц минус. Я последние 20 страниц дочитывала. Вот с таким лицом, типа, что происходит? Мне безумно нравится. Я настолько под впечатлением Франк Телье покорил мое сердце. И я читаю его второй раз и понимаю, что он невероятный писатель. Он просто офигенный. Франк Телье, я его вообще теперь считаю большим психологом. Потому что он так сильно и так глубоко копается в голове человека, что на самом деле я читаю и понимаю, что, вероятнее всего, такое происходит в нашей жизни. И это страшнее всего, что может происходить. Побежала читать вторую книгу. Это у меня... Что это у меня? Любовь и ненависть. По советам моих любимых подписчиков из ТикТока. Франк Телье, до свидания. Мне было с вами очень приятно. Анна Джейн... Посмотрим. Так, мои дорогие друзья, я уже смыла всю свою косметику и предстою перед вами не в очень хорошем виде. А все потому, что я думала, что запишу это видео завтра и не сейчас. Но я начала читать любовь и ненависть. И, простите, я не могу пройти мимо. Простите, я не могу не записать свою реакцию. Потому что, как бы, наша главная героиня почему-то... Почему-то женится на человека, которого якобы ненавидят. Хотя она понимает, что она его любит. Они приехали жениться. Вот Даша и... Как его зовут? Даня. Даша и Даня. Простите, я не могу пройти мимо вот этого. Вот, я просто читаю цитаты. А все началось с того, что мы родились в один год в одном доме и на одной лестничной площадке. Нет, вернее так. Родились мы в роддоме, конечно. Тоже в одном и том же. А то кто-нибудь не особо наделенный интеллектом решит, что наши мамы рожали нас прямо в подъезде. О боже, я надеюсь, что это только начало такое. Я надеюсь, что книга будет нормальной. Ребята, ну это просто невозможно. Их мамы, они, оказывается, работают по одной профессии. Они любят одно и то же. У них одинаковые вкусы. А оказывается, у папы, у их отцов гаражи стоят рядом друг с другом. Они вместе любят футбол. И вообще, они все такие одинаковые. Ну что, ребята, хочу с вами немного поговорить. У меня сейчас идет одиннадцатый-двенадцатый час марафона. И я понимаю, что я прошла только половину пути. Я хотела разделить это все на три дня, но получается, что я немного не смогу этого сделать. К сожалению. Потому что сейчас произошла трагедия в Перми, и работа не ждет. Работа вызвала меня, и я не могу сейчас продолжать свой марафон. Поэтому я, с вашего позволения, свой марафон продлеваю еще на один день. Я надеюсь, за четыре дня я точно успею. Я вчера очень сильно хейтила эту книгу «Любовь и ненависть», но я вчера все-таки читала, и вечером, и ночью. И что я могу сказать? Я хочу сказать, что... Ну да, я хейтила эту книгу, но дальше все пошло очень хорошо, очень так мило. И вот этот рассказ в книге про школу, про дискотеки, про все, что там вообще происходило в школьное время, я читала с улыбкой, с, знаете, с такими чувствами, с чувствами ностальгии по собственному времени. И эта книга мне подарила такие классные эмоции, но я пока что на 156-й странице, 11.42... Ой, нет, у меня уже больше. Я, на самом деле, пока что делала различные вещи, связанные с работой. Я слушала в наушниках, и я уже давно, скорее всего, на 200-й странице. Я обязательно его дочитаю, я думаю, и ночную третью книгу. Поэтому марафон я немного отодвигаю еще на один день, даю себе еще один день. Ну, не все же с первого раза делать, поэтому вот так. Зато я вам честно признаюсь в том, что я не успеваю. Здесь такое... 15 часов чтения позади, я на 300 какой-то странице «Любовь и ненависть». Я сначала ее так сильно хейтила, но сейчас я понимаю, что это очень и очень и очень милая подростковая любовь, которая, может быть, в какой-то степени она примитивна. Но она, поверьте, такая хорошая, такая... Не то чтобы беззаботная, но вот ты погружаешься в эту атмосферу, и тебе сразу становится хорошо. Прошло 18 часов. Я взялась за книгу «Таинственный сад Франсис Бёрнетт». Что я хочу сказать? Я прочитала 48 страниц, мне очень нравится. Такая трогательная история. Сам сюжет основан на том, что девочка, которая жила в Индии со своими родителями, но родители о ней вообще не заботились, они даже не разговаривали с ней, по сути, и ее никто не любил, ее вообще никто не любил. И это так грустно, это так больно. Эта девочка осталась одна, потому что все ее родные вымерли от холеры, и ей пришлось уехать к своему какому-то дальнему-дальнему дяде из Англии. Но суть, конечно, в том, что эта девочка, она очень ожесточилась, потому что ее никто не любил, она одинока. И представляете, насколько ей тяжело жить в этом мире? Но сейчас она встречает новых людей, которые, вероятнее всего, ее изменят. Это у меня милая и трогательная история. Друзья, всем привет! У меня большой праздник. А знаете, какой? 24 часа чтения закончены. Все. Ну, правда, кое-что пошло не по плану, и у меня не 24 часа чтения, а всего лишь 22. Ну, как говорится, не все с первого раза происходит. В этот раз 22, в следующий раз 24. По итогу прочитано около 1200 страниц, 22 часа. И вчера я недозаписала про любовь и ненависть Анна Джеймс. С начала видео я очень сильно ненавидела эту книгу. Ну, вот прям правда. Меня она сильно бесила, расстражала. Я ее хотела выкинуть в окно. Но хорошо, что я продолжила читать дальше. Настолько сильно понравилось, что я уже заказала вторую часть и намереваюсь даже прочитать ее. Ну, она такая подростковая. Да-да-да, прям подростковая. Очень может быть в какой-то степени банальная. Ну, она банальная, но ее хочется читать, ее хочется дочитывать. Она милая, даже так. Поэтому я не отказываюсь от тех недовольств, которые я говорила в начале чтения этой книги. Но со временем это проходило. И со временем мне становилось не то чтобы терпимо, но такого больше не повторялось. То есть, типа, вначале правда была какая-то жуткая тупость. А потом все это прошло, и мне очень даже понравилось. Я бы посоветовала это всем, кому нравятся такие хорошие, милые, добрые, романтичные истории. Но конец, конечно же, остался открытым. Конец заставляет бежать и покупать вторую часть. Третья книга, которая у меня была на прочтении на 24 часа чтения, это «Таинственный сад Фрэнсис Бёрнад». Я только что ее дочитала, и хочу сказать, что история очень похожа на маленьких женщин с своей вот этой вот, скорее всего, трогательностью и миловидностью. Ну, это правда очень трогательно, и причем я быстренько увидела, когда скачивалась электронную версию, что это детская проза, но оно непонятно. Я это поняла уже, наверное, на десятой странице. Если это детская проза, это не значит, что взрослые не могут ее читать. Фрэнсис Бёрнад мне очень понравилось, как она описывает природу. Все действие у нас происходит в Йоркшире, это где-то в Англии. Вот эта маленькая девочка, которую зовут Мэри, я уже немного рассказала об этом, переезжает к своему дальнему родственнику в Англии. Но девочка у нас очень злая, неприглядная, некрасивая и так далее. Ее начинает менять то место, в которое она приехала. Это новые знакомства, она начинает много гулять. И, в общем-то, книга показывает, насколько сильно природа может влиять на человека и как она может его из глубокой депрессии приводить в чувства и, в принципе, прививать любовь к жизни, которая не была в протяжении этой какой-то глубокой депрессии. Плюс в этой книге у нас было целых два персонажа, у которых были большие проблемы и с психикой, и с восприятием мира, и с тем, что их недолюбили. И все это у них перерождалось совсем в иные чувства, благодаря тому, что они видели на улице, благодаря тому, что они вместе друг другу помогали. И это очень классно, это безумно крутая история, которую я бы посоветовала всем. Ну а я, в свою очередь, хочу спасибо сказать всем, кто оставался со мной на протяжении всего этого видео. У меня немного не получилось, потому что это было безумно сложно. Что я вообще могу сказать про 24 часа чтений? Это реально очень сложный марафон, это, блин, очень сложно. Постоянно нужно быть сосредоточенным, постоянно нужно быть, я не знаю, свободным, чтобы это делать. А у меня этого не получалось, поэтому наши с вами 24 часа чтения, которые я говорила, что буду в течение трех дней устраивать, получилось 5. Но так вышло. Надеюсь, в следующий раз будет все иначе, будет все по-другому. Ну, видите, первый блинком, но я все-таки... Нет, я же 22 часа, а не 24, я не доделала. Но я полностью честна с вами. Надеюсь, вы меня поймете и простите. И обязательно жду ваши комментарии внизу под этим видео. Конечно же, очень интересно, понравился ли вам этот формат и понравилась ли вам я. Поэтому всем хорошего времени суток.